А вот, наконец-то нам принесли халаты. Почему мы такие чёрные? Я вообще про халаты. А, я про нас. Да, мы чёрные, и теперь мы будем мазаться кремом, потому что это сильно чёрные для этого времени года. Но не Маша. А чё оно? Смой, сыньючка. Это что? Что мне тут вообще? Для тела всё. Почему он стал жидким? Мы собираемся сейчас смотреть какой-то сериальчик про космос. Я хочу Артёму своему написать, чтобы он тоже начинал смотреть, потому что он любит про космос всё. Он связан с космосом, но там не происходят все события в космосе. Важно то, что я ему скажу, что это сериал про космос, и он захочет его смотреть. Это сотня. Многие подписчики знают, я уже с ними его часто обсуждала. Сотня? Да. Даже я слышала, что ты обсуждала эту сотню. Итак, мы уже готовы к просмотру. Сериальчик. Вот там у нас столик с Ноутом. Вот так вот мы лежим. Маша здесь со своими пирожками. Ты бы не доедала, Маш, мы же на ужин сейчас. Ты думаешь, на ужин пойдём? Да. Ну, как я могу её есть, если он возле меня лежит? Возьми себя в руки. Я такого не знаю. Ты не по адресу. У нас принцип другой. Если возле нас есть еда, мы её едим. Кстати, я реально... Вот это вообще киня... Если возле меня есть еда, я знаю, что она у меня есть. И я не совсем-совсем наеденная, а хоть чуть-чуть, возможно, у меня есть место, я её съем. Тогда я не понимаю, почему ты худая. У меня нет еды просто. Возле тебя нет еды, я поняла. Так, включай. А то мы на ужин опоздаем потом. А мне Маша свой браслетик отдала. Он так нравился? Это так красиво. У неё теперь другой. Нам лень красится. Мы не красились? А, это ты просто расчесываешь пробку. Что ты красишься? Короче, мы идём на ужин в египетский ресторан сегодня. Мы посмотрели... Меня претают! Мы посмотрели первую серию этого сериальчика «Сотня». Ну, как бы, так себе мне. Для меня он детсковатый. Я не спорю. Честно, сейчас смотрю тоже такое. Да, слишком банально такой... Ну, я не против посмотреть его. Маша, выровняй спину. Мы как всегда. Нас все ждут. Не ждут они. Они уже и не ждут. Ну, Маша! Ну, Маша! Ну, всё! Ну, красивая! О, придурала! Нам больше ничего не надо? Нет. Камеру не берёшь? О, ну, тут получше, получше, я вам скажу. Здесь получше, да? Тихонечко. Красивая музыка. Кондиционер. Нам принесли апельсин. Вот, пока что нам принесли корзину с хлебом и... И вот такие разные закуски. Намазывать на вот эти лепёшки. Давайте уберём вот эту штуку куда-то в сторону. Маша, ну, поставь. Ань, подальше. Я, подальше. У нас приняли заказ. Мы по меню заказали каждый, что кто захотел. Там было на русском и на английском. Вот. Я давно это разговариваю. Маша сидит в телефоне. Читаю про бабушку комплименты. Третий день. Короче, всё вкусно. Да? Я по чуть-чуть всего попробовала. Это всякие египетские... По чуть-чуть всего вкусно. Баклажаны с каким-то йогуртом и с чем-то ещё. А это копчёные баклажаны тоже с чем-то ещё. Ну, фарш. Это тахини. Это, не знаю, соус какой-то сметанный. Ну, и салатик. Вот это тоже баклажаны. А, вот это не знаю. Нет, это тахини. Это из кунжута. Кунжутная паста. Нам принес уже наши заказы. Это у меня какой-то суп. Ага. Это суп. А, вот это суп. А это тоже почти суп. Так, это суп с морепродуктами. Какое это? А это, я уже не помню, что я заказывала, Маша, что это? Я не помню, что это. Это не моё, по-моему. Что это? Я заказывала суп и заказывала вот эти говядь, фарш говяжий, с этим наш парш. А, всё, когда это моё, говядина, с картошкой, да. С картошкой. С картошкой, да. Или вы такой как-нибудь заказываете? Нет, я так уроня заказываю. В общем, такое всё приносит, много и вкусного, что я даже забываю снимать. Сейчас вам показала. Значит, вот это вот из баранины, фарш бараний, как люля-кебаб. Там ещё что-то, бараний ещё какой-то, фарш не помню. У Маши вот какая-то тоже курица на гриле или что это? Там картошка с овощами, да? Если будешь, пьер. И все блюда очень оригинально поданы. Это лишнее что-то принесли, никто не заказывал. Курица тоже с овощами. Там вот шашлычки всякие разные. У мамы рыбка тоже говорит очень вкусно. У Саши шашлык, ну прям мужички. В общем, нам в этом ресторане понравилось. Да их тут так мало. Маша придумала какую-то схему, ей принесли ещё один. Я когда-нибудь допивала виски-кулу, и мне принесли ещё мохито. Я не закану. Мелька. Получается хороший коктейль. Мы уже вернулись в номер и продолжаем просмотр сериала. Ты наелась? Я сейчас лапнула. У нас нет на завтра воды, мы всё выпили. Ты выпила эту бутылку? Нет, ну там чуть-чуть есть ещё. Ой, я уже хочу спать. А Маша никак не включит серию. Я сейчас усну. Если что, всем спокойной ночи. Мне Маша дала контракт Убекс. Возможно... Это скина Рен. Всё время их путаю. Скина Рен. И возможно, я избавлюсь от этого прыщика назоливала. Я не выдавила. Когда он стал беленьким, я подумала, нельзя выдавливать. Я вам рассказывала. И намазала бодягой. Такая штука от прыщей. И он у меня подсох. И законсервировался. И всё. Теперь там красная, тугая такая точка, которая не хочет никуда деваться. Это называется, если я не ошибаюсь, атрофический рубец. Отлично. Обычно я такие белые прыщи просто вот так вот... И они выдавливают. А если бы я не мазала бодягой, то что бы было? Машь на лицо только то, что сто процентов предназначен для твоего лица. Я обычно прыщи выдавливаю, и всё хорошо у меня. Ну ничего. Тут потому что бодяга была. Господи. Господи. Короче, лечу теперь по машиному метку. Всё. Мы пошли смотреть сериал и ложиться спать. А с вами встретимся уже завтра. А у нас уже новый день. И сегодня выяснилось, что моему каналу 10 лет. 26 октября 2011 года я зарегистрировала YouTube. У меня есть тепло, а сегодня я на всей тебе. Вот. И уже 10 лет я снимаю на интерьер. Мы на пляже отдыхаем. Выяснили этот нюанс. Решили, что сегодня вечером будем отмечать моё десятилетие. А сейчас мы с мамой собрались туда, к бассейну. Маша не хочет, она там сидит, втыкает. А мы пойдём, у нас анимация пригласила. Там какой-то карнавал. Ну, почему бы и нет? Там музон какой-то, прикольно. Сейчас пойдём посмотрим. Что там такое? Тебя комарик покусал. На двух ногах зеркально. Он как будто на этой ноге посидел грязнуто. А потом перелетит. Перелетел на эту. И там ту руку. Говорит, мама, посиди, не двигайся. Я штатив? Мама штатив? Да. Мы, в общем, сходили туда. Там уже всё закончилось. Мы вернулись. А это будет долго? Нет. А ты уже хочешь вставать? Нет. Ну, не надо. Просто нам не ответственность. Твой телефон и песок. А, да он уже падал. И песок не хлорка. Мы ещё сегодня не купались, не пробовали воду. А мама говорит... А вы не слышали? Я сама бабушки. Я поняла, что... Мои эмоции, когда я зашла в воду, вы не слышали? Я зашла в воду и громко спросила, кто-нибудь знает, когда в Египте тёплая вода? Все вокруг заражали и промолчали. Ох, ох, ох. Я не придумала ещё что рассказать. Ха-ха-ха. Так, я сказала, что... Я нужна логическое завершение истории. То я начала рассказывать про свой вес, что я сейчас похудела. Ещё сильно была похудела, когда с Москвы приехала. И что в 18 лет я была очень щекастой, потому что ждала всё, что видела. Мораль с какой-то историей? Чем закончить? Теперь я хаваю для того, чтобы опять поправиться. Спасибо за внимание. Ну, типа... Мораль такова, что мы никогда не довольны. При этом я говорю, что я сильно похудела, но я смотрю сейчас, у меня так завязан лифчик, как будто у меня тут сиськи четвёртого размера просто. Да. Кажется. А мне пишут, что Маша на себя наговаривает. Она нормальная, кругленькая, всё хорошо. Попа есть, сиськи есть. А шорты на неё большие. Да. Да, надела шорты и говорит, ну, блин, всё, большие, спадают. Поясом подвязала их. Никак не родишь. Да, может, думаю, какую-то более глубокую мысль нужно задвинуть. Или так, типа, хватит. Там просто пишут девочки, знаешь, которые, типа, блин, Маша, мне твои проблемы. Я, типа, тут 75 килограмм вешу. Мне реально плохо. Я не могу похудеть, а ты, типа, со своими, там, плюс-минус 2 килограмма не можешь разобраться. Я сейчас вообще думаю, боже, я, наверное, ещё хуже сделала, вот это, что рассказала. Простите меня. Это надо было всё снять. Просто теперь пей, говоришь, да? Простите меня. Нет, нет, нет. Сейчас я сделаю хорошо. Микрофон закроется полотенцем просто. Ну, ты уже придумала или всё ещё нет? Ещё нет. Да маленький мешок. Что? Маленький мешок. Маленький мешок. Тащите опять ещё. Да я с ней сейчас хочу, чтобы... Да просто ляжь. Зачем тебе... Я... Ну, долго будешь меня допоткать? Может, я подержу, Маш? Нет. Он должен стоять. Ты лучше расскажи лайфхак, как поправляться в сиськи. Представлять, что он уйдёт в сиськи. Глотаем, едим, жуём, глотаем и представляем, что падает всё в сиськи. Смотрите, Маша нормально она представляла, я смотрю. А ну ты потряси вот так, вправо-влево. Ливчик так связан просто. Он типа их собрал здесь, знаешь. Ну ещё потряси. Хорошая игра. Нет. Так. Мы сегодня в теньке. А, я сказала, мы сегодня в теньке и посмотрела, чтобы Маша вылезла на солнце. А я в тенёчке так хорошо вообще. Да, в тенёчке вообще супер. Магика меня просто убила своим сообщением. Можно меня перебить. Ну что? Своим этим самым. Я говорю, надо полежать, ручки кверху, чтобы внизу загорели. Уникальный ответ. Приедешь, шубу оденешь, навигать я под ручками. Ну да. Вылазь, пошли. Идём с Машей и попробуем пообедать в снайк-баре. Взять что-то с собой туда на лежаки. Посмотрим, что там сегодня. Просто, похоже, в основной ресторан занимает слишком много места. Время где-то шли. И нам жалко это время. Да, мы вчера два часа потратили, чтобы пойти, пообедать. Потом ещё в номер зашли, нас угораздило. Ну и как это всё. Не получилось быстро. На время обеда, видите, закрывают. Аквапарк не работает. Сейчас никогда не понимают, для чего они это делают. Я тоже не знаю. Во всех отелях, где есть горки, в обед их на два часа закрывают. Типа... Ну типа, все люди всё равно на обеде. Экономия, может, какая-то. А, может, эти ребята тоже должны пообедать. Отдохнуть, во всяком случае. Мы туда идём? А, вот, вот тут он. Снэк-бар. Снэк-бар. Почему-то нет к нему прямого прохода. Нужно обходить. Такс. Такс. Что тут у нас? О, здесь овощи. Там сладости. Там мороженое. Мы уже видели. Рис. У нас кто-то поэлья, но это просто рис, как будто бы. Овощи. Ах. Что это? Котлеты по-пожарски. Котлеты по-пожарски. Это что? Так. Здесь у нас куриная шеверма. Говяжий бургер. Не вижу. Картошка при. Нет. Это не наше. Надо ждать, да? Я так поняла. Пока ничего не готово. Ждем? Да-да. Вот так выглядит мой сегодняшний обед. Я притумала. Можно капусту туда подпишать, чтобы засыпать. Молодец. Какая-то передумщица. Ну, еще пиццу. Ну, Маша ждет. Пицца? А там пицца? Нет. Ну, может, пицца? Нет. Ну, реально не вызывает у меня желание съесть. И булочку я тоже не буду. Там просто курица. А я ее отмене съем. А вот пироженку буду. Мне очень нравятся эти пирожные. Ну, крем – это масло сливочное с какао. Очень вкусно. Там делают. Вот, уже пилот. А, все. Пойдем. Спасибо. Ага. Какой у нас обед. Прикольно. Ну, и как можно вот это идти в ресторан, же сидеть за столом и купить. На коленочках. У меня там кресло. А, слушай, не сесть ли бы нам за стол? Нет? Мне тут так удобно. Зачем тут стол, да? Там стены твердые, да. Ладно. Все. Я начну, как ни странно, с вот этого. Но оно просто выше всех лежит, и переложить его некуда. Поэтому приятного всем аппетита. Маша снимает сторис в инстаграм, да? Сняла уже. Приятного аппетита. У меня есть десептик, кстати. А. Ручки же грязные. Я уже живу. Кто это у нас пришел с обеда? Ку-ку. Развалили пузики свои. Да. Как обед? Очень вкусно. Вкусно? Очень. Как всегда. В этом отеле все очень вкусно. Да. Насчет еды, то прямо, ну я не знаю. Ну все. И главное, что уже в районе трех часов уже и народу немного. Ага. Ну да. Маша, что ты делаешь? Не камни стреляют. Маша все еще ест. А Маша пойдет? Маша все еще ест. Да. Еще тут очень бесстрашные вороны. Они прям подходят близко-близко. Ну понятно, воруют еду со стола. Вот там, смотрите, сейчас происходит как раз ограбление. В общем, наглость второе счастье, да, девочки? Смотрите, а это ворона. Похожа на вот этого орла, знаете, которые головы у них лысые, шеи. Вот и у нее лысая шея почему-то. Набрала картошки. Не лопнешь ли ты, девица? Маша, а твоя подружка прилетела. Мясо ищет. Нет, огурец ест, надо же. Ой. Я хочу снять, как дедушка кайфует. Ты делела? Да. Храпит. Сейчас перестал. Ты слышишь храп? Угу. Что ты пьешь? Могу мне сеньку ему выпадать? Это манговый сок. У нас уже 3 часа дня. Я смотрю, людей в море больше стало. Мы уже один раз купались с Машей. В принципе, сегодня вода потеплее. Сейчас попытаюсь ее соблазнить, опять покупаться. Машунь, идешь купаться? Да, сейчас. А что ты смотришь? А что ты смотришь? Не смотришь. Секрет пока. Секрет от меня или от зрителей? Ой, трогательно. Ой-ой-ой. Сейчас расскажу. Рыбай, это пока нельзя никому говорить. Да? Да. Кто-то женится? Кто-то беременный? Идем купаться. Все-таки идем. Мы идем купаться. Мы идем купаться. Ой, не хочу. Маша слезу пустила даже, представляете? Что-то смотрела, да? Капец. Я не видела, чтобы Маша плакала. Да здрасте. Видео когда-нибудь. Да, ну. Но я не видела. Ты неплохо смотрела. Наверное. Блин, а у меня руки масляные. Мазали. Отлично. Аккуратно, пожалуйста. Я это буду снимать, потому что может быть интересный. Он все уже снимается. Уже снимается. Возьмите вот это, пожалуйста, в одну руку и снимайте дальше. Снимаем дальше. Интересный может быть контент, говорит добрая бабушка. Кукусики. Так, я должна быстро. Первый пошел. Делать вид, что теплая вода. Давай. Ого. Это да. Никто и не ожидал. Все ради тебя. Спасибо. Теперь жирные вот эти от твоего класса. Подстала. Теперь еще интереснее, да? Ой, ну очень экстремальная. Абсолютно вертикальная, сильно скользкая лестница. Прям первые. Да, прям вообще вертикальная, смотри. Чувак, залазить нормально. А когда вылазишь, мокрый. А-а-а, вода. Когда мокрый, вылазишь. Посмотри, как весело поплыла Маша. Мне кто-то написал, да, бывает вода. Мы были в декабре, где-то там в Шарм-Аль-Шейхе, была вода теплая где-то 23 градуса. Вот и у нас 23. Это не теплое, это очень холодное для нас. Вот и у нас 23 сейчас. У нас там где-то 23 сейчас тоже. А-а-а. А-а-а. Может даже больше. Да, больше. Чем 23. А-а-а. А-а-а. Пошла. Давай. А-а-а. Считаю до 10. Нет, до трех. И раз, два. Ну. Раз, два. Полезла наверх. Вам уже хорошо там, да? Раз, два. Раз, два. Раз половиной. Два четвертиной. У-у-у-у. Три. 4 мордахи плавает а ну а ну-ка дружненько ко мне а что там и жида и жида и жида маша пошла посмотреть поближе ну нашли ежей ну трогать не надо века русалочки так выходим выходим ваше впечатление хорошо ну конечно полчаса с воды не выползали опа 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 а ну кто там еще у нас скажу первые пару раз страшно залазить слаза потом начинаешь привыкать понимаешь цепкость пальцев работы все в принципе очень даже ничего такого прям страшного нет но маша говорит что они некоторые лестницы обмотаны канатом некоторые нет наверное задумка было что они будут обмотаны на все подписывайся на канал в виктория а а а а Субтитры сделал DimaTorzok